Абу Хурайрат, радия Аллаху анху, передает хадис, этот хадис приводит имам Аль-Бухари, что он слышал, как посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи ва саляма, говорит, «Лян юдыхи ла ахадан амалу ху аль-джанна». Никто из вас в джаннат не войдет из-за своих деяний, из-за своих поступков никто в джаннат не войдет. Калю, тогда сподвижники сказали, «Валя анта я, Расуль Аллах, даже ты не войдешь, о посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи ва саляма». На что пророк, алейхи саляту ва салям, сказал, «Ля, валя она». Я тоже не войду, пока Всевышний Аллах меня не окунет своим рахматом и своим фазлю. То есть своей милостью и своей щедростью, если Аллах меня не охватит, я тоже не войду, сказал посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи ва саляма. Из этого хадиса, уважаемые братья, мы должны понять, сколько бы мы не поклонялись Всевышнему Аллаху, сколько бы мы ибадат не делали, ночами не выстаивали, днями не постились, этот амал наш, не этот амал спасет нас, этот амал не ведет нас в джаннат. Только лишь из-за милости Всевышнего Аллаха мы войдем в рай, братья. Только если Аллаху тааля проявит к нам свою рахму, свою фазлю, только лишь из-за этого. Поэтому мы просим Всевышнего Аллаха, чтобы Он нас в судный день, день Киямата, охватил своей милостью, своей щедростью и чтобы Аллаху тааля вел нас в джаннат. Амин Аллах. Продолжение следует... Продолжение следует...